Решить другую глобальную проблему в Иркутской области не удается уже несколько лет. Речь идет о ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Государственной Думе России предложили вернуть решение вопроса о рекультивации шлам-лигнина на федеральный уровень. С прошлого года полномочия по реализации этого проекта передали региональному правительству. Тогда же был определен подрядчик работы. На сегодня до сих пор неизвестно, какое именно количество опасных отходов содержится на территории бывшего БЦБК. И нет окончательного решения по технологии их утилизации. Сейчас все еще идет поиск оптимального способа рекультивации шлам-лигнина. Эта ситуация стала поводом для обсуждения в Москве в Госдуме. Тему подняли на специальном совещании, посвященном проблемам Байкала. И в частности депутат от Иркутской области Николай Николаев предложил вернуть управление проектом на федеральный уровень. Главной причиной такой идеи стал финансовый аспект. А именно то, как расходуются в регионе средства, выделенные на решение проблемы бывшего БЦБК. В этом году зарезервированное государство выделило 1 миллиард 400 миллионов рублей. Только на этот год. В результате ничего не потрачено. Не освоено и все остается на своих местах. Вот действительно Сергей Ильич говорил по поводу уникальности Иркутской области. Вот наверное в этом тоже, к сожалению, есть своя уникальность. Потому что когда государство выделяет для решения конкретные задачи такие огромные деньги, и они вообще в принципе не тратятся. Мне кажется, нужно нам заканчивать с такими экспериментами.